Привет, с вами Юля, и мы продолжаем наш еженедельный дайджест. В сегодняшнем выпуске борьба корпораций и государств, отказ от лайков и роботы-нити, которые проникают к нам в мозг. Поехали! Кажется, эти гиганты постепенно становятся влиятельнее целых государств. Например, Франция недавно ввела налог 3% на компании, доход которых превышает 750 млн евро. Но Jeff Bezos не парится и теперь берет такой же процент с каждого французского продавца на Amazon. У тебя хорошо шел бизнес, тебя защищала полиция, и тебе не нужны были такие друзья, как я? У пользователей платформы нет другого выхода, кроме как платить этот процент, иначе они могут потерять бизнес. В Китае выпустили приложение Zao, в котором можно подставить свое лицо в фрагменты с любого фильма. Например, добавить себя в сцену Титаника или Игры Престолов. Приложение почти повторило судьбу сервиса от российских разработчиков FaceApp. Оно стало очень хайповым, но из-за проблем с конфиденциальностью его рейтинг обрушили. Изначально разработчики Zao писали, что имеют все права на сгенерированные в приложении ролики. Ну а в роликах были лица юзеров. После такого пользователи перешли в магазин и обвалили оценку приложения ниже 2 баллов. Вслед за Instagram от лайков откажется и Facebook. Такую функцию тестирует Facebook в семи странах. Количество лайков сможет увидеть только автор публикации, а подписчики увидят некоторых общих друзей, которым понравилось фото. Так соцсеть хочет помочь психологическому здоровью своих пользователей. А пока лайки не отключили и на YouTube, поставьте опыт этим роликом и подписывайтесь на канал. И последнее. Исследователи разработали роботизированную нить для опираться на мозг, которой можно управлять удаленно. Например, ее могут применять, чтобы убрать закупорки в сосудах, это причина аневризмов и инсультов. Теперь хирургам не нужно будет управлять нитью напрямую, с помощью магнитов ее можно будет переместить удаленно. И это все новости на сегодня. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить самые интересные новости из мира IT. И до следующей недели.